Балыкина Александр Иванович и Балыкина Милушкина Тамара Викторовна. Методика оценки психоэмоционального напряжения субъекта образовательной деятельности как фактора формирования безопасности образовательной среды. Директор ООО «Гармония» и психолог ЭТВЖ. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Актуальность исследования. Быстро меняющиеся и нестабильные мировые политические и экономические процессы, отражающиеся на все российские общественные институты, в том числе и на образование, создают у обучающейся молодежи и препятствовательского состава замешательство в своем профессиональном будущем и, как следствие, повышенную психоэмоциональную напряженность и стресс. В связи с этим возникает необходимость мониторинга психоэмоционального состояния, являющаяся часто причиной неадекватных реакций, девиантного поведения и эмоциональных срывов субъектов образовательной деятельности во время образовательного процесса. Психологический стресс, как состояние чрезмерной психической напряженности и дезорганизации поведения, которое развивается в результате угрозы или реального воздействия экстремальных факторов социального, психологического, экологического и профессионального характера, описывал Бодров. Исследованиями психоэмоционального напряжения занимались с использованием субъективных и психофизиологических методов различные авторы. Так, отечественный психолог Мясищев, исследовав психологическое значение кожно-голеванической реакции человека, пришел к выводу, что особое значение эмоции психо-голеванической реакции представляется убедительно доказанным. Необходимость мониторинга психоэмоционального напряжения и результаты вышеперечисленных исследований позволили сформулировать цель исследования – определение у субъектов образовательной деятельности степени психоэмоциональной напряженности как фактора формирования безопасной образовательной среды. Методами исследования являлись наблюдение, беседа, экспертная оценка, психологическое тестирование эмоциональной напряженности, психосемантическая диагностика с использованием регистрации амплитудных показаний кожно-голеванических реакций при помощи аппаратно-программного комплекса ИПР-2К. Организация исследования. Исследования проводились в общевыразовательной школе города Москва. В эксперименте приняло участие 50 человек. Психосемантическая диагностика представляет модель выявления осознаваемых и неосознаваемых стресс-факторов, вызывающих психоэмоциональную напряженность, влияющую на формирование безопасной образовательной среды. Выявление стресс-факторов происходило посредством субъективной оценки показателей и регистрации амплитудных показаний фазических составляющих КГР на значимые семантические понятия образовательной деятельности. Графическое представление преобразованных единиц сопротивления в условные безразмерные единицы производилось программным обеспечением устройства по математической формуле. Формулы вы можете посмотреть на экране. Используемые в образовательном процессе семантические понятия были разбиты на пять категорий одноклассники, изучаемые предметы, преподаватели, мотивация, успеваемость. В процессе структурированного интервью при регистрации на индикаторе ЭПР-2К резкого максимального падения амплитудных показаний фазической составляющей на фоне регистрируемых абсолютных величин тонических составляющих определялась степень эмоциональной напряженности, а также определялся доминирующий стресс-фактор, вызывающий эмоциональную напряженность. После проведения исследования на каждого субъекта образовательной деятельности были созданы индивидуальные карты эмоциональной напряженности, а также сводные таблицы эмоциональной напряженности групп. На рисунке сейчас вы видите именно одну из карт эмоциональной напряженности школьника. Степень эмоциональной напряженности, вызываемой предъявленным стимулом, значимое семантическое понятие из образовательного процесса, регистрируемый ЭПР-2К, отображена на карте эмоциональной напряженности субъекта образовательной деятельности в цвете. Белый, светло-серый и темно-серый цвет отражает на диаграммах и таблицах карты эмоциональной напряженности разный уровень напряжения и стресса. Субъективная оценка эмоциональной напряженности субъекта образовательной деятельности обозначена синей линией. Показание ЭПР-2К красный, а значимый пункт красным кругом. Ну, посмотрите, вот на рисунке 2. Вы видите, белое – это отсутствие напряженности, светло-серое – это средняя напряженность, темно-серое – это высокая напряженность. Обозначение синей линии – это субъективная оценка, которая дает диагностированный. Красный – это показания на приборе ЭПР-2К. Красный кружок – это значимый для субъекта пункт, то есть это то, что для него очень важно, очень актуально. Результаты исследования. Рассмотрим полученные результаты. На рисунке 3 представлен блок карты эмоциональной напряженности, психоэмоциональная напряженность на изучаемые предметы. Давайте посмотрим, что у нас здесь за результаты получились. Синяя линия – это субъективная оценка школьника на предметы, которые ему подъявлялись как стимулы. То есть говорили, какое твое отношение к данному предмету. Вот везде, где синяя линия в белой зоне, школьник отвечал хорошее отношение. То есть здесь проблем никаких с этим предметом нет. Но мы фиксировали на приборе эмоциональную напряженность. Это красная линия. Если посмотреть на красную линию, то очень часто она не совпадает с синей. То есть школьник либо завышал свое отношение к этим предметам, то есть он хотел выглядеть лучше, будем так говорить, либо он не осознавал, насколько у него здесь эмоциональная напряженность в этих предметах. Ну, в частности, биология, химия, физика, геометрия. Он говорит, что у него все хорошо, но на самом деле мы фиксируем здесь эмоциональную напряженность. Несколько пунктов – это физкультура и музыка. Мы видим, красный кружок – это значит актуальный пункт для школьника. Ну, можно сказать, что вот когда мы выясняли у этого школьника относительно физкультуры, почему у него здесь красный кружок, оказалось, что он физкультурой любит, то есть он любит заниматься физкультурой, но в классе те, кто занимаются спортом либо физкультурой, они признаются как ненормальные, силы есть, ему не надо. То есть поэтому для ученика это очень важно, и мы видим с вами, и ПРВК прибор дает показания, что напряженности здесь нет. А субъективная оценка, он говорит о том, что физкультура, как бы это не очень важно. Вот с музыкой тоже интересно, почему именно так для него это актуально, мы пока не знаем, но видно, что музыка является очень сильным стрессогенным фактором, который приводит этого школьника в какое-то эмоциональное напряжение, которое может выразиться в неадекватной реакции. Давайте посмотрим следующий слайд. На рисунке 4 предоставлен блок карты эмоционального напряжения. Этот блок называется «Эмоциональная напряженность в общении с преподавателями». Фамилии изменены. Из данного блока мы видим, что у ученика актуальным пунктом является Петрова, это алгебра. Также у него эмоциональное напряжение на физика Козлова и на музыку Куц. Что из этой диаграммы, какой можно сделать вывод? Ученик осознает, что алгебра является, а именно непосредственно Петрова, стрессогенным фактором. Он это осознает, и для него это очень актуальный пункт. А вот то, что физика является стрессогенным фактором, а именно Козлова, он этого не осознает. То есть можно сказать, что внимание необходимо обратить либо классного руководителя, либо психолога в школе на то, чтобы разобраться именно во взаимоотношениях этого ученика с Козловой. Потому что здесь могут быть какие-то неожиданные ситуации, неожиданные действия со стороны ученика, потому что он просто не осознает, что этот учитель вызывает в него такую реакцию напряженности. Ну и если посмотреть еще справа, вы увидите здесь степень эмоциональной напряженности именно по преподавателям, ну приблизительно около 7%. А если мы будем сравнивать с результатами диагностики по предметам, то это степень напряженности 75%. Теперь рассмотрим блок отношения с одноклассниками. Это отношение с девочками было. Итак, на рисунке 5 видно, что наибольшее эмоциональное напряжение подросток испытывает практически от всех сверстников. Но особенно сильным стрессогенным стимулом является сверстник под номером 5. Так как именно его влияние диагностируемое осознает меньше всего. Мы посмотрим на пятерочку. То есть пятый номер у нас диагностируемый говорит, что все хорошо, отношения очень хорошие, напряженности никакого нет. На самом деле на приборе и про 2К мы фиксируем здесь большую эмоциональную напряженность. Ну и в среднем, если мы посмотрим, то у этого школьника общая эмоциональная напряженность во взаимоотношениях с одноклассниками равна 75%. Это очень высокая. То есть это очень высокая степень напряженности. И мы можем говорить о том, что у этого школьника, скорее всего, что очень большие конфликты с одноклассниками. Следующий слайд – это блок «Общая психоэмоциональная напряженность по трем сферам. Психосоматика, семья, школа». Вот из этого рисунка видно, что наибольшее эмоциональное напряжение подросток испытывает в школе. Коррекцию состояния необходимо начинать со школы, с выявленных стрессогенных стимулов, затем семья и далее устранение психосоматики. Таблица очень так ярко показывает, видно, что школа – это больше всего тот пункт, который вызывает эмоциональную напряженность у школьника. На следующем слайде мы берем отдельно школу и смотрим по сфере школы. Что же больше всего вызывает у этого школьника эмоциональную напряженность? Мы смотрим успеваемость. То есть в среднем мы фиксируем прибором эмоциональную напряженность где-то 75%. При этом, заметьте, синим – это то, что школьник субъективную оценку дает свою. И везде эта субъективная оценка она занижена. Наибольшая эмоциональная напряженность в данном случае – это отношения с одноклассниками. Как видите, это порядка где-то там под 80%. То есть если мы говорим о том, чтобы с чего начать коррекцию этого школьника психологическую, то это отношения с одноклассниками. Дальше – это успеваемость, дальше – это отношения с родителями. Ну, отношения с преподавателями здесь достаточно низкие, то есть входит в норму. Ну и общая эмоциональная напряженность по сфере школы – это 65%. То есть можно говорить, что здесь можно ожидать каких-то очень неадекватных реакций от этого школьника. Так, следующий слайд. В конце каждой карты скрытого ресурса либо эмоциональной напряженности пишется заключение. Ну, в данном случае это один из примеров заключения, которое мы дали по одной из карт ресурса. Рекомендуется программа по устранению психоэмоциональной напряженности. Это одна также из рекомендаций реальных, которые мы давали на одного из школьников. Вот здесь очень интересная таблица на следующем слайде. Это психоэмоциональные реакции всех учащихся класса друг на друга. И мы эти реакции свели в единую таблицу и получили вот такой интересный результат. То есть если смотреть по горизонтали, то у нас больше всего вот этого серого и темно-серого это у ученика под номером 2. Посмотрите, у него горизонтальная линия, практически этот ребенок на всех реагирует неадекватно. То есть на всех школьников своего класса у него эмоциональная напряженность. Следующий у нас это ученик под номером 14 и ученик под номером 9. Интересно, на кого же все реагируют тоже так вот с напряженностью. Такой это ученик под номером 4, то есть это вертикальная уже ситуация. Ученик под номером 9 и ученик под номером 11. То есть можно сказать, что весь класс начинает как-то напрягаться, когда появляется ученик номер 9 в классе. Так, а вот сам ученик номер 9, посмотрите на него, на его горизонтальное расположение. А он, в общем-то, и не сильно испытывает эмоциональную напряженность на других учеников. Как бы для него комфортно. Он приходит, все как-то начинают напрягаться. Он вполне даже нормально, адекватно себя ощущает. Он вполне адекватно себя ощущает в этой среде. То есть мы из этой таблицы видим, что можно выявлять не только общую реакцию на учеников, то есть кто из учеников в классе всех выводит в некое напряжение эмоциональное. Но также и можем увидеть, кто конкретно из учащихся больше всего реагирует на других учеников. Так, мы еще также проводили анкетирование. Учителя-предметики в количестве 10 человек давали оценку поведения учащихся, отвечая на следующие вопросы. Первый вопрос. Конфликтуют ли, здесь мы оставляли фамилию ученика, с вами на уроке? Можно было отвечать, да, либо нет. Конфликтуют ли ученик с одноклассниками на вашем уроке? Опаздывает ли ученик на ваш урок? Проявляет ли ученик агрессивное поведение на вашем уроке? Говорит ли ученик о самоубийстве? За ответ «Да» мы присваивали 1 балл. За ответ «Нет» давали 0 баллов. Затем подсчитывалось общее количество баллов, которые представляли экспертную точку зрения преподавателей о поведении. Итак, посмотрим на следующем слайде результаты. Вот из этой таблицы у нас интересные феномены появились, получились. Под номером 2,4 и 14 это отличники. То есть у них средний балл успеваемости, посмотрите, 4,5, 5,0 и 4,7, то есть очень высокий. При этом учителя оценили этих учеников как с довольно-таки низким уровнем эмоциональной напряженности. Ну, посмотрите, конфликты, да, с учениками 1,0,0, 1,0,2, то есть очень низкие баллы. А мы выявили на приборе наоборот очень высокую эмоциональную напряженность у этих учеников. Вот здесь ПЕН сокращенно психоэмоциональная напряженность шкала и в ней красным обозначены красные цифры. То есть и обратите внимание, эти цифры наибольшие, наивысшие, чем у других. То есть у этих учеников наивысшая эмоциональная напряженность, которую мы зафиксировали на приборе. Но при этом учителя этого не замечают. То есть здесь можно говорить о том, что эти ученики они вне поля зрения учителей предметиков. К чему это может привести? К тому, что эти ученики могут неожиданно вдруг совершить какие-то неадекватные поступки. Эти поступки будут либо в школе, либо вне школы, но они обязательно проявятся, потому что эмоциональная напряженность у этих учеников высокая. При этом эту эмоциональную напряженность не наблюдают, то есть не замечают. А вот ученики под номером 9 и 11, у них очень низкая успеваемость 3 балла, 3-2. При этом учителя их оценивают как конфликтные с учителями, конфликтные с одноклассниками и так далее. А мы фиксируем наоборот очень низкую эмоциональную напряженность. То есть у одного 40, у другого 38. О чем это говорит? О том, что внешне они конфликтные, внешне они проявляют некую агрессию, а внутренне на самом деле им очень спокойно. То есть внутренне их не раздражают ни ученики, ни уроки, ну просто можно сказать им по барабану все. То есть они спокойны внутри. Вот от них как раз таки меньше всего можно ожидать каких-то неприятностей, непредсказуемых действий. То есть вот из этой таблицы очень интересно видно, что используя аппаратный метод диагностики можно выявить действительную степень напряженности. Ну и соответственно потом уже предпринимать какие-то действия должны быть либо психологи школы для того, чтобы эту напряженность устранить. Итак, выводы. Выявленные в результате нашего исследования показатели психоэмоциональной напряженности учащегося в общении с одноклассниками и во время образовательного процесса по предметам предполагают, что скрытые конфликты с одноклассниками и неосознаваемое эмоциональное напряжение на уроках может стать благоприятной средой для девиантного поведения и поединка и поединка неосознаваемых влажнение неосознаваемых петербург, но и влажнение а и влажнение Надо сказать, что вот то оборудование, которое я сейчас вам предлагаю, это аппаратно-программный комплекс ИПР-2К, его можно использовать при диагностике также и двоих людей. Вот на фотографии вы видите два мужчины-предметника, и мы проводим опросы и смотрим, кто из этих двоих больше имеет эмоциональную напряженность на того или иного ученика, на те или иные процессы образовательные. То есть можно выявлять, либо посадить ученика и учителя-предметника. Учитель что-то говорит, мы видим реакцию и учителя, и ученика. При этом ученик даже может вообще ничего не говорить, просто молчать. А мы увидим, у кого больше эмоциональная напряженность. Очень важно, что использовать ИПР можно не только для диагностики по выявлению стресс-факторов, влияющих на формирование безопасной образовательной среды, но и возможность психологической коррекции с целью устранения у субъектов образовательной деятельности доминирующих стресс-факторов, проблемных зон или неосознаваемых установок, являющихся причиной неадекватных реакций, делиантного поведения, эмоциональных срывов во время образовательного процесса. Задачей психологической коррекции является нахождение области и стимула, которые вызывают психоэмоциональное напряжение, с последующей трансформацией и разрядки нейросети, которая удерживает в памяти психоэмоциональную напряженность, вызывающую нежелательные реакции во время образовательного процесса. То есть психолог школы, который умеет пользоваться данным оборудованием ИПР-2К, он может не только диагностировать эмоциональную напряженность, но также проводить и психологическую коррекцию по снятию этой эмоциональной напряженности. Использовать оборудование ИПР-2К можно и дистанционно, то есть можно проводить диагностику или коррекцию любому школьнику, либо любому преподавателю, независимо от того, где он находится, либо на территории Российской Федерации, либо на территории других стран. То есть можно подключать прибор, выходить в интернет и проводить диагностику и коррекцию, пожалуйста, кого угодно. Главное, чтобы был доступ к интернету, и у этого человека был прибор с собой. Возможности АПК и ЭКР в педагогике диагностирование и устранение психических преград в обучении, диагностика причин неуспеваемости в школе, ускорение усвоения изучаемого материала, развитие творческих способностей в различных сферах, профилактика и коррекция девиантного поведения в подростковом возрасте, профориентация и профподбор, исследование социально-психологического климата, определение неосознаваемой или неадекватной реакции учащегося на стимулы, повышение способности запоминать большие объемы информации и применять их на практике без потери данных, устранение преград в изучении иностранных языков, восстановление ранее изученной, но забытой информации и другое. Вот здесь у меня есть ссылка, и вы можете, пройдя по ней, посмотреть более детально, что же можно делать при помощи данного оборудования. Обучение специалистов на ИПР. Обучаться работе с АПК ИПР может любой человек. Обучение проходит стационарно или дистанционно по интернету, в группе или индивидуально. Сроки обучения от 3 до 7 дней и зависят от выбранного модуля. Первый модуль – это управление аппаратно-программным комплексом ИПР. Второй модуль – методики диагностики с использованием ИПР. Третий модуль – коррекционно-методический комплекс с использованием ИПР. Четвертый модуль – диагностика стресс-факторов в деятельности человека с использованием ИПР. Вы выбираете нужную вам область деятельности, например, психологическое консультирование, педагогик, менеджмент, спорт, личностное развитие и так далее. И в этом четвертом модуле вас обучают, как именно методику диагностики и коррекции применять под выбранную вами область. Подробного обучения, пожалуйста, можете посмотреть также по ссылке. Мы открыты к сотрудничеству и готовы оказать вам помощь в следующих аспектах. Обучение специалистов образовательных учреждений управления ПК-ИПР. Проведение диагностики коррекции с использованием ПК-ИПР, стационарно или дистанционно. Совместное исследование в области определения и устранения причин неадекватных реакций, девиантного поведения и эмоциональных срывов во время образовательного процесса. Разработка новых технологий по выявлению и коррекции девиантного поведения. Спасибо большое за внимание. Вы можете меня пригласить к себе в организацию, я могу вам продемонстрировать, как работает данное оборудование. Спасибо большое. Да, тебе вопросы. Вопросы, пожалуйста. Это чисто практики. Мы у нас создали свой патент на изобретение. Можно, как говорится, научиться пользоваться. Можно себя диагностировать, семью, чего только нельзя диагностировать. Поэтому очень интересное исследование. Это богатство наше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...